Скажу сразу, это видео не для тех, кто смыслит в электронике, а кто совсем в ней не понимает. Буквально за пару минут ты узнаешь, как с помощью вот этого резистора продлить срок службы своего фонарика в 100 раз. Всем привет! Это не постоянная рубрика «Сделай сам!». Итак, что для этого нужно сделать? Все очень просто. Давайте посмотрим. Для начала давайте проверим, сколько по умолчанию потребляет этот фонарик. Так, для этого давайте мы вставим батарейки. Только в разрыв батарейки мы вставляем приборчик. Включаем на топ и подключаем. Итак, включаем, смотрим. Так, 70 мА потребляет наш фонарик. 70 мА это очень много. При емкости батареек 0,5 А или Ампер, сколько в них там сейчас, я не знаю. Их хватит примерно, вот сами считайте, 70 мА в час. 10 часов это 700 мА. Если повезет, на 10 часов хватит. Это если повезет. А если батарейки уже подуставшие, то пару часов и все. До свидания. Ну плюс это большая нагрузка на светодиоды, потому что здесь обычные светодиоды стоят. Топ на них идет большой, они могут просто гореть со временем. Поэтому что мы делаем? Мы берем вот такой резистор и подключаем его по вот такой схеме. Так, давайте я вам быстренько схемку нарисую. Смотрите, вот это у нас наша батарейка. Тут стоит у нас выключатель. Ну, то есть вот эта вот кнопочка. Это у нас светодиод. Ну, там их много, я нарисую один. И вот то, что мы будем делать, это ставить вот здесь, в разрыв цепи. Не важно где, в разрыв цепи ставим мы здесь резистор. Вот здесь. А вот он наш резистор. Вот по такой схеме сейчас мы все и подсоединим. Для начала давайте проверим, как уменьшится ток потребления светодиодов. Если мы сюда поставим резистор, ну, 120 Ом, например, да? Берем здесь 120 Ом. Берем наш фонарик, разрываем цепь, берем резистор. Вот резистор 120 Ом. И давайте сейчас пустим ток через резистор. Так, сейчас я поставлю резистор 120 Ом в разрыв цепи. И мы проверим силу тока. Есть, включили. Так, как мы видим, ток потребления где-то 12 мА. Ну, почти в 7 раз меньше. Но сила света упала, ну, не так существенно, я бы сказал. Пойдем дальше. Давайте поставим резистор чуть еще поменьше. Я нашел резистор на 1 КОм. Ну, точнее, тут два резистора. Два резистора по 500 Ом последовательно соединены. То есть, получаем 1 КОм. Давайте посмотрим, как будет светить фонарик. Почти в 10 раз больше резистор, чем у нас был до этого. Включаем, смотрим. Вот, горит наш фонарик. Так, потребление тока у нас где-то 1,7 мА. Что еще в 10 раз меньше, чем было до этого. Свет у нас есть. Аварийный такой фонарик получился. Если в полной темноте, то, думаю, сойдет, как аварийный источник света. В конце видео я покажу, как светит фонарик в разных режимах. В таком режиме через 1 КОм этот фонарик будет светить, ну, сколько? 100 часов. Это он потратит емкость 170 мА. А если в батарейках 500 мА, ну, сколько? 100 часов это 170 мА. 200 часов это 340 мА. Ну, и дальше сами считайте, да? А это значит, что мы можем его включить и не выключать. Примерно сезон. Ну, или хотя бы месяц. Давайте сейчас возьмем и впаяем этот резистор прямо вот сюда. Так, давайте разберем. Я сейчас ускорю этот процесс. Так, я разобрал фонарик. Что мы тут видим? Видим здесь отсек для батарейки. И вот, собственно, то, куда нам нужно впаять резистор. Так, что мы тут видим? Мы видим здесь наши светодиоды. Сзади вот плата, где они все соединены. Что мы делаем? Мы берем резистор и впаиваем в разрыв питание. Отрежем лишнее. Это мы делаем все равно для эксперимента, поэтому сильно не придирайтесь. Итак, вот мы припаяли один конец. Вот мы припаяли один конец. Теперь к этому припаяем второй. Так, припаяли второй временно. Давайте посмотрим, как это все работает. Итак, подключаем батареечки по-быстрому и включаем. Смотрим. Вот наш фонарик горит в 7 раз дольше на таком резисторе. Если хотите подобрать свой резистор или свою силу света, элементарно рассчитывается все по вот такой вот формуле. Так, с учетом того, что наши светодиоды начинают светиться от примерно 3 вольт, а питание у нас здесь, как видим, 4,5 вольта, 3 батарейки по 1,5. То есть у нас получается, остается 1,5 вольта, который нам нужно контролировать, то есть который нам нужно загасить. Расчет очень простой. У нас остается 1,5 вольта. 1,5 вольта. 1,5 ома. 1,5 ома. Ток будет 1 ампер. 1,5 вольта. 15 ом. Ток будет 100 миллиампер. 1,5 вольт. 150 ом. Ток будет у нас 10 миллиампер. Что, в принципе, у нас и наблюдается. Мы поставили 120 ом. У нас ток 11 примерно миллиампер. Примерно все сходится. Итак, вы можете высчитать свой резистор. Соответственно, 1,5 вольта 1500 ом. То есть 1,5 килоома. Ток будет примерно 1 миллиампер. Ну, свечение, конечно, будет кускловатым. Ну, если вам нужно какой-то ночничок сделать из этого фонарика, скажем, чтобы он светил очень и очень долго. Пожалуйста, ставьте 1,5 килоома. Будет ток 1 миллиампер. Он будет таким ночничком вам в доме светить будет очень долго. По такой аналогии можно продлевать жизнь любым, в принципе, светодиодным фонариком. Впаивая просто в разрыв питания обычный резистор. Поэтому метод универсальный. Можете сделать так, чтобы ваш фонарик светил вечно. Не забудь поделиться этим видео со своими друзьями, со своими родственниками, знакомыми. И все будет Украина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok